Съёмочная группа телепередачи «Земля наша» продолжает рассказывать о самых ярких достижениях нашей области. Сегодня в объективе Лельчицкий район. Один из самых живописных на территории Гомельской области. Здесь находится уникальное месторождение строительного камня. Регион славен своим предпринимательским и туристическим потенциалом. Об этом и не только сегодня в нашей программе. Лельчицкий район. Лельчицкий район расположен у южных границ республики и входит в состав южной агроклиматической зоны. На юго-востоке он граничит с Овручским и Оливским районами Житомирской области. На юго-западе с Рокитнянским районом Ровенской области Украины. На востоке с Ельским, Мозырьским, на западе с Пинским и на севере с Петриковским и Житковическим районами. Лельчицкий район образует городской поселок Лельчицы, расположенный на левом берегу реки Уборть. И 73 населенных пункта, административно объединенные в 12 сельских советов. Занимает площадь более 3200 квадратных километров. Численность населения почти 24,5 тысячи человек. Более половины проживает в сельской местности. Первым делом узнаем, как проходит уборочная кампания. Наша съемочная бригада приехала в Лельчицкий район к началу августа. В открытом акционерном обществе «Синпольская» к этому моменту убрана уже половина площадей. Жатова 2017, по словам руководства, проходила в спокойном режиме. Братья Сергей и Михаил Барановские на уборочной работают не первый год. К своему делу относятся ответственно и всегда помогают друг другу. Сергей работает старшим комбайнером, Михаил – помощником, а также водителем на отвозке зерна. Для семейного тандема жатва всегда особенное время. Это возможность не только хорошо заработать, но и, по словам братьев, стать частью общего большого дела. Если бы не нравилось, то мы бы не рабили. А так как по душе, так мы и работаем уже. Нравится. Уборка проходит хорошо. Погода нам помогает в этом. Все хорошо вроде бы пока на данный момент. В открытом акционерном обществе Синпольская к уборочной кампании подготовились хорошо. Отремонтировали технику, обеспечили ее горючим и вовремя провели пассивные работы. С погодой здесь считают району повезло. В отличие от многих других хозяйств области, сеять зерно повторно не понадобилось. Уборка начиналась немножко, может быть, было влажновато. Сегодня именно хлеб, зерно созрело, полностью готов к уборке. Практически сегодня уже не досушиваем. Прямо отдаем на хлебокомбинат. А госзаказ на сегодня уже выполнен. Он, правда, небольшой, тоже был 320 тонн. Средний показатель урожайности в хозяйстве здесь выше районного и областного. Почти 31 центнер с гектара. На некоторых полях собирают и по 52 центнера с гектара. Воловой сбор зерна в этом году планируется не ниже прошлогоднего. 3300 тонн. Ну а мы следуем дальше. Побываем на градообразующем предприятии Ленческого района. В щебеночном заводе Глушкевичи. Здесь находится уникальное месторождение гранитных пород – мигматитов. Их возраст составляет от двух и более миллиардов лет. Ученые считают их старейшими горными породами на планете и называют корнями гор, потому что они обычно распространяются у подножья гор или в районах их образования. Использовать эти ископаемые люди начали еще два века назад. История же современного щебеночного завода, который входит в состав предприятия «Гомель Облдорстрой», начинает свой отсчет с 1975 года. Тогда, после приказа Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог БССР, на базе камнедробильного участка в Лельческом районе появилось новое предприятие. Постепенно завод начал наращивать свои объемы и ассортимент выпускаемой продукции. В прошлом году мы перешли на производство более мелких фракций, что нам позволило, в принципе, закрепиться по экспорту в Российскую Федерацию. На данный момент процент роста у нас в объемном показателе составляет по итогам полугодия 104%. Производство 394 тысячи метров кубических. Производство мелких фракций потребовало от нас более скурпулезного отнестись к нашим затратам, так как затраты выросли, себестоимость немного у нас поднялась в связи с этим. Но, тем не менее, для того, чтобы не работать на склад и не выпускать более крупные фракции, а прямо с под конвейеров, с под конуса продавать продукцию. Сегодня более половины продукции, а именно 52%, реализуются на территории Республики Беларусь и на рынке Российской Федерации. На остальные 48% – внутреннее потребление головного предприятия «Гоми-Лёбл-Дор-Строй». Все технологические операции дробления и сортировки на щебеночном заводе Глушкевича сегодня автоматизированы и осуществляются дистанционно с пульта управления, после чего в карьер выезжают экскаваторы и перевозят полученную горную массу на дробильно-сортировочный участок. Карьер «Крестьянская Нива» может использовать только под производство щебеночных материалов, но параллельно у нас в аренде находится и карьер Глушковича, и месторождение «Карьер Надежды». Это единственный в Республике карьер под облицовочный камень. На данном этапе совместно с общими усилиями «Гоми-Лёбл-Дор-Строй» и по указанию вице-премьера Калина Анатолия Николаевича мы прорабатываем инвестиционный проект по возрождению данного месторождения и в дальнейшем по импортозамещению сырья для производства изделий из облицовочных блоков или из облицовочных плит. Карьер «Надежда» – достопримечательность Лилического района. Здешние пейзажи поражают воображение людей, привыкших к типовым равнинам и лесным холмам стандартной белорусских просторов. Скалистые берега, поросшие соснами, словно свисают над водой. Добывать здесь камень начали в 1985 году. Причем не простой щебень для строительных нужд, а высоко качественный материал, который использовался для отделочных работ и памятников. Глушковичским гранитом облицованы станции Минского метро и фасады городских зданий. Однако в 90-х годах его добыча прекратилась. Если наш инвестпроект пройдет государственную экспертизу и покажет себя экономически выгодным, тогда само открытие планируется в 2018 году, но подготовительные работы мы делаем сейчас до конца года. На возобновление работы карьеры надеются и местные предприниматели. Валентин Будковский, чье имя уже более 20 лет, ассоциируется с лельческим бизнесом, уверен, что от реализации инвестиционного проекта будет колоссальный экономический эффект. Сегодня, имея такое народное достояние, как именно камень, именно наш белорусский камень, тем более уникальнейший камень, я думаю, что сегодня, в ближайшее время, эти вопросы решатся, и карьера заработает, и мы будем иметь свое сырье. Понятно, что сегодня и стоимость его, и качество его будет использовано. Ну и самое главное, что сегодня камень входит в обыход. Сегодня чем дальше, тем больше его используют, особенно в социальной сфере. Видите, сегодня много укладывают в брусчатки, используют бордюры, плитку. Когда карьер заработает, практически, я думаю, что по многим позициям можно будет вытеснить импорт, ну, процентов на 40, это гарантировано. Честное предприятие Валентина Будковского оказывает населению широкий спектр услуг. Среди них изготовление металлических изделий, выполнение художественных работ на камне. Производство оснащено современным оборудованием, которое обслуживают высоко квалифицированные специалисты. Прием заказов и реализация продукции осуществляется в десятках городов Беларуси. Активно в Лельческом районе развивается и сфера услуг. Еще недавно на этом месте в агрогородке Глушковичи находился ветхий полуразваленный дом. Когда здание снесли, местный предприниматель Григорий Ковалевич обратился в сельсовет с предложением строительства магазина и бара. Идею поддержали. И в этом году она была реализована. Всем нравится. Ну, если людям нравится, нам тем более приятно. Планы, если все хорошо будет, мы хоть немножко хочем еще дальше как бы расшириться. Здесь у нас только 36 мест. Ну, если дадут разрешение, будем расширяться дальше, строить что-то помещение, чтобы было больше места. Предпринимательство в Лельческом районе развивается весьма активно. Сегодня здесь насчитывается более 400 субъектов частного бизнеса. Каждый десятый экономически активный житель района занят в этой сфере. И такая цифра на 20% наполняемость бюджета обеспечивают предприниматели. Значимый частного бизнеса для Лельческого района переоценить сложно. Это не только налоговые поступления в бюджет, но и новые рабочие места. Местные власти это хорошо понимают и стремятся оказывать всяческую поддержку предпринимателям. Пытаемся мы уберечь наших субъектов от неких поступков, которые могут привести им к каким-то штрафам, к каким-то санкциям. Поэтому у нас практика постоянная. Мы собираем все наши службы, то есть налоговая, ФСЗН, санитарная служба. Проводим такие совещания в форме диалога, ответ, вопрос. Ну вот сейчас мы уже новую форму нам подсказал наш руководитель района. Решили сразу в ящик анонимно собрать какие-то проблемные вопросы. Вот в конце недели мы уже собираем эту информацию, подготовимся и проведем уже в таком более формате, скажем, больший диалог. Успехи на экономическом поприще – залог положительного результата и в других сферах. К примеру, большое внимание в районе уделяется благоустройству населенных пунктов. Большие системные работы проводятся как в городском поселке Лельчице, так и за чертой районного центра. В агрогородке Боровое на этом месте еще совсем недавно был пустырь. В феврале этого года районный совет депутатов объявил конкурс «Местная инициатива» на лучшее благоустройство территории, которое ранее никак не использовалось. В сельском совете решили представить проект по созданию зоны отдыха для населения. Как только наша инициатива прошла, президиум районного совета нас одобрили, поддержали, дали нам помощь. И все, мы начали потихоньку продвигаться. В одни пятницу привезли в грунт, попросили хозяйство, в другую пятницу собрали людей. И нам лесничество перед этим подготовило срезы спил и деревьев, им эти дорожки. Ну все такие материалы, которые не требуют больших средств, чтобы реально это сделать. Очень хочется сделать так, чтобы было достойно и одобрено население. Инициативу при наведении порядка на земле проявляют и жители Глушского сельского совета. Причем трудятся они не только на своих придомовых участках, но и при необходимости помогают переводить в порядок территорию различных учреждений. Важный момент в вопросе благоустройства населенных пунктов – снос ветхого жилья. Землю, освободившуюся от старых домов, обычно передают сельхозорганизациям или схозам. Однако в силу размещения некоторых участков, к примеру, прямо в центре деревни или агрогородка, сделать это не всегда возможно. И тут на помощь приходит местное население. Практически везде, где полностью и сносятся дома, у нас деревня довольно большая. Люди охотно забирают участки под строительство жилых домов. У нас даже есть такие молодцы, что даже, можно сказать, что европейского стандарта строят дома и так далее. Начальник пытается считать, что живет и нормально живет, идет дело к процветанию. На этом месте в агрогородке Симоничи также еще совсем недавно пустовало заброшенное строение. После его сноса в сельсовет обратилась местная жительница Любовь Остапович. Ее сестра, которая сейчас проживает в Минске, захотела построить здесь дом и с выходом на пенсию вернуться на малую родину. Просьба была удовлетворена. Мы начали строительство дома. Сестра, моя очень довольна, что ей выделили этот участок. Она родом сама отсюда. Собирается вернуться на свою родную землю, где она родилась и выросла. Главное условие, чтобы после проведенной работы освободившаяся земля не пустовала долгое время, а начинала как можно быстрее приносить пользу. С халатом сотового указа мы ежегодно сносим по 10-15 домов. В этом году мы снесли уже на данное число 16 ветхих домов. Земли, которые освобождаются после сноса пустующих домов, мы частично передаем лесному хозяйству, частично передаем сельскохозяйственные организации и частично вот эти участки, которые находятся среди домов, они малые по площади, хозяйство не в состоянии их обрабатывать. Мы стараемся передать населению. Вопрос сноса ветхого пустующего жилья актуален и для Буйновичского сельского совета. За последнее время здесь проведена колоссальная работа. За пять лет на территории Буйновичского сельского совета снесено около 300 ветхих домовладений, что позволило высвободить и в дальнейшем эффективно использовать более 500 гектаров земли. Там, где возможность есть сохранить еще эти старенькие дома, вот мы и ищем какие-то формы, пути, как их сохранить и придать, вернуть им жизнь. Вот эта агроусадьба – это один из вариантов, который нам удалось сделать. Эта агроусадьба в деревне Крупка появилась в прошлом году. Инициатором ее создания стала местная уроженка Любовь Канеева, которая уже более 50 лет проживает в Казахстане. К слову, большую часть жизни занимается предпринимательством, и, что главное, довольно успешно. Сегодня же Людмила Канеева решила вкладывать средства в развитие своей малой родины. Родители хотели все время вернуться, вышли на пенсию, приехали в 2000 году. Отец через два года умер, здесь похоронен, ну а мама здесь осталась. И вот именно вот это место – это место моего прадеда по материнской линии. Вот поэтому вернулись, есть возможность, вкладываем в родную Беларусь, в родину, в малую родину. Мы, во-первых, предоставляем комфортное проживание. У нас все есть для того, чтобы люди переночевали, отдохнули. Кроме этого, вот сделали небольшой пруд, где есть рыбалка, и просто тихий, спокойный отдых. Приходят, приезжают, люди могут и сами здесь приготовить себе, что пожелают, и шашлык. Мы можем точно так же приготовить все блюда, которые закажут у нас. Сегодня это уже не агроусадьба, а целая спа-деревня с широким спектром предоставляемых услуг. Особой популярностью пользуются релаксирующие процедуры. Кедровые бочки-купели с целебным травяным паром, массажный кабинет и по-современному оборудованная баня. Вот это вот наша парилка. Здесь у нас парилка на 4 человека, весь ведро для обливания, шапочки с логотипом деревни Крупка. Если пройти дальше, здесь у нас вот камин, можно самим подтапливать, поддавать парку. Здесь у нас находится купель и кедровая бочка. Также есть выход в джакузи. Представителям туристического бизнеса для продвижения своих идей необходим особый взгляд на вещи, богатый жизненный опыт и, конечно, творческий потенциал. Агроусадьба «Жерелец» – один из наиболее показательных примеров такого продуктивного, а главное – результативного симбиоза. Сегодня этот современный туристический комплекс способен принять одновременно до 80 туристов. Гостям предлагают уютные домики, комфортабельные номера, большой банкетный зал для проведения дней рождения, свадеб, корпоративов и других торжеств. Здесь созданы все условия для полноценного всестороннего отдыха посетителей. Сегодня и свадьбы, и встреча одноклассников, и сегодня корпоративы различного варианта. Вот сегодня, в принципе, тема, которая в этом году дала какой-то импульс, это то, что сегодня можно проводить и какие-то дни выходного дня для предприятий, организаций. Сегодня можно проводить конференции, сегодня можно проводить какие-то семинары. Поэтому сегодня взяли специалисты по туризму. Думаю, что какой-то импульс в дальнейшем будет в этом направлении. В Лельчинском районе, как и во многих других уголках Гомельщина, развитию туристического комплекса уделяется пристальное внимание. Сегодня в районе сконцентрировано 8 агроусадеб, готовых предложить своим гостям перечень самых разнообразных услуг. От посещения исторических памятников и культурных достопримечательностей до активного отдыха. Гостями агроусадеб, помимо белорусов, были жители России, Украины, Польши, Германии и Италии. Характерные черты жителей Полесья, охрадушия и гостеприимства. Полешуки всегда рады встретить в своих краях туриста и оказать подобающий прием. К тому же регион славится своей богатой историей и красотой природы. В любое время года здесь есть что показать и чем удивить. Самое главное, наверное, у нас это люди. Как встречаем, как улыбаемся, какая у нас природа вокруг. Что мы можем сегодня предложить? Самое главное, это, конечно, люди. Сегодня агротуризм – это возможность показать наших людей и показать, что Лельческий район сегодня живет, что в Лельческом районе сегодня интересно, что в Лельческом районе сегодня можно приехать, хорошо отдохнуть и запомнить это на всю жизнь. Тихий, размеренный или яркий и активный отдых – каждый выбирает свое. С каждым годом этот живописный уголок Полесья привлекает все большее количество туристов. Для многих из них Лельческий район становится излюбленным местом для отдыха на долгие годы. В Лельческом районе сегодня могут по праву гордиться и успехами своих учащихся. Уроженец деревни Синицкое поле Виталий Клевец летом этого года закончил районную гимназию, после чего поступил в Минский медицинский университет. На централизованном тестировании продемонстрировал впечатляющий результат – 395 баллов из 400 возможных. Основного секрета – таких результатов нет. Я сам занимался, при помощи учителей посещал все уроки, все факультативы, межшкольные факультативы. Любовь к книгам и знаниям детям необходимо прививать с раннего возраста, что в Лельческом районе делают с успехом. Детская библиотека в городском поселке существовала с 1953 года, однако она всегда располагалась в неприспособленных для этого помещениях и не соответствовала современным требованиям. Несколько лет назад учреждение получило постоянную прописку в этом светлом, просторном и уютном здании. Между тем, оно не всегда было таким. Благодаря поддержке районных властей и немецких спонсоров, некогда ветхий жилой дом был переоборудован под комфортабельный многофункциональный храм книги. Сейчас здесь представлен широчайший выбор художественной и научной литературы. Есть газеты и журналы для любознательных ребятишек самых разных возрастов. Ну, конечно, мы рады, что в нашем городке есть, Лельчисы есть, такая библиотека хорошая. Нашему ребенку 2,1 годик. Мы, конечно, приходим сюда, книжки читаем, разговариваем с трудом, но любим читать книжки, разукрашиваем. Здесь, помимо чтения, еще на площадке проводятся детские мероприятия, всякие игры. Ну, нам очень нравится, поэтому приходим каждый день, сюда уже нас все знают, рады, улыбаются. Сегодня детская библиотека не только красочный и уютный уголок, где ребята могут узнать много нового и интересного из мира литературы, но также сыграть в многочисленные настольные игры, поучаствовать во всевозможных увлекательных конкурсах и викторинах, проявить себя в оригинальных кружках по интересам. Тут и книжки выдаем, и у нас разные клубы по интересам. Вот, есть у нас клуб «Семья», клуб «Заораночка», кукольный театр, вот, театральный клуб «Веселые ребята», творческая студия «Пчелка». В общем, детям на любой интерес, на любой вкус и на любой возраст можно провести интересное время и интересный досуг. Ну и, конечно, компьютерный зал. Без этого тоже не обойтись. Дети ходят и на компьютере играют. Но поскольку сейчас уже такое время, что у каждого дома есть свой компьютер, но все равно они приходят поиграть по сети, да и просто пообщаться. В учебное время в среднем учреждении ежедневно посещают порядка ста человек. Здесь каждый ребенок находит занятие по душе. Многие приезжают сюда из близлежащих агрогородков, преодолевая ради любимого дела десятки километров. Сейчас я делаю вот такую вот вазу. Мне очень нравится это. Хожу я сюда где-то год. Иногда после школы, иногда мы приходим сюда со школы со своими воспитателями. Это мне очень нравится и я всегда с радостью сюда прихожу. Такая тяга к творчеству вполне объяснима. С детьми занимаются высоко квалифицированные специалисты, которые стремятся вложить в своих воспитанников все самое лучшее и провести занятия по-особенному, оригинально и необычно. Бумажное моделирование у нас такое одно из направлений. Здесь мы делаем костюмы из бумаги различной, в том числе из газеты. Потом эти выставляются на выставке, на различных праздниках. Можете видеть куклы для кукольного театра. Это Светлана Владимировна, руководитель нашей студии. Она работает с детьми. Вот по направлениям оригами, квилинг, папье-маше. Ну вот сейчас вы можете видеть, это роспись папок. Это точечная роспись. Посмотрите, как точечки выражаются ровненько по кругу. Да еще надо, чтобы сочетание красок было красивое. Вот и узоры придумать интересно. Вот, ну, это у нас новое такое направление. Но мы думаем, что это будет интересно. Но это скорее детям постарше, потому что это нужно усидчивость, конечно. У сотрудников детской библиотеки, центра для детей и юношества еще немало креативных творческих идей. И вместе с тем предостаточно искреннего запала для их воплощения в жизнь. А значит, новых проектов здесь ждать долго не придется. Леческая земля славится не только поистине живописными местами. Трудолюбивыми жителями, искренне любящими свой родной Полесский уголок, но также богатой талантами. Народные коллективы «Танежанка» и «Виросок» – пожалуй, главные визитные карточки района. Они объединяют артистов самых разных возрастов – от мала до велика. Репертуарный багаж составляют преимущественно народные белорусские песни и танцы. В репертуаре леческих артистов «Танежанки» и «Вироска» в большинстве своем местные музыкальные жемчужины. Многие из них передаются, как говорится, из уст в уста, от старших товарищей по творческому делу. Что немаловажно, молодежь эти самобытные традиции поддерживает с большим энтузиазмом. Я пришла сама, мне стало интересно. Я была еще очень маленькая, мне, наверное, лет 6-7 было. Мне просто стало интересно участвовать здесь. Люди такие приятные, коллектив хороший. Мне очень нравится. Нет, учебе это не мешает. Мы очень часто собираемся. Репетиции приходят не так часто, но мы стараемся сейчас собираться, потому что много концертов, надо это как-то делать. Но учебе не очень мешает, потому что даже родители понимают, и они с удовольствием нас отпускают на репетиции. С творчеством народных леческих коллективов успели познакомиться не только жители Гомельской области и нашей страны, но также Российской Федерации и Польши. Колоритных белорусских артистов с успехом принимает благодарная публика, как малых, так и крупных городов. В Москву мы ездили в 2014 году. Там была майская ансамблей, фестиваль. Тоже приглашали нас. А где мы познакомились? Мы познакомились были на фольклорном этнографичном конференции такой. И там были из всех стран, из всех городов этнографы, которые занимаются народной песней. И нас заметили, кстати, пригласили уже. Мы были в Москве. Лельческий район привлекает своей первозданной красотой, удивительными лесными пейзажами, зеркальной чистотой рек и озер. Здесь живут простые и искренние люди. Они общими усилиями трудятся на благо будущего своей родной земли. И можно быть уверенным, что впереди их ждет еще немало побед и достижений. В Лельческий район хочется возвращаться вновь и вновь. И такой повод в ближайшем будущем обязательно появится у съемочной группы телепередачи «Земля наша». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова